На этой неделе и Госдума, и Совет Федерации утвердили новый закон о митингах. Принятый документ в десятки раз увеличивает штрафы за нарушения на митингах, вводит обязательные работы для нарушителей, запрещает ходить в масках на подобные мероприятия. Высказать свое мнение по этому поводу мы попросили председателя местной общественной организации Уральской инициативы Василия Потапова и депутата Владимира Цокуря. Новый закон о митингах вызвал много недовольствия со стороны оппозиции. Василий Потапов является заядлым организатором различных акций протеста в МИАСе. Если закон будет подписан президентом, то это негативно скажется на демократической ситуации в городе. Люди будут просто бояться высказывать свое мнение, считает он. Людей будет очень сложно призывать прийти, потому что контрпропаганда будет вестись однозначно. Те рядовые обыватели будут постоянно взвешивать. Стоит мне рисковать своим кошельком. Посмотрим, как люди будут реагировать. Ведь строгость наших законов в России, как известно, компенсируется их неисполнением. Поэтому я думаю, что люди как-то найдут способ исхитряться и сделают как нужно. Тут можно только несколько приличных слов найти. Все это очень и очень ожидаемо. Ожидаемо в связи с возвращением нового старого президента. И в связи с тем, что те декларативные свободы, которые были заявлены, они, наверное, откатываются назад. Депутат Владимир Цокурь придерживается иной точки зрения. Он считает, что закон нужен. Но его настоящая версия требует доработки. Его смущают и слишком большие штрафы, и то, что в новом документе неточные и противоречивые формулировки. В результате могут пострадать не митингующие граждане. Ну, закон нужен. Надоели уже вот эти вот, иногда бестолковые, популистские выступления. То, что касается жителей МИАСа, значит, можно на пальцах сегодня пересчитать, кто выступает. Взять десятилетие последнее, пятилетку, значит, и кто выступает, и как выступает. В демократии мы еще учимся. Поэтому ничего другого пока мы не придумали. Покричать, особенно с трибуны, чтобы нам услышали, нас услышали, чтобы... Ну, на самом деле, действительно, митинг – это механизм, это инструмент. Другое дело, что он должен быть цивильный. Для окончательного вступления в силу закон должен быть подписан президентом. Вместо подписи Владимир Путин может наложить свое вето. Произойдет это или нет – неизвестно. Будем следить за развитием событий.